Это вот так вот цветет яблоня Royalty. Я говорила в одном из видео предыдущих садов, что у нее запах, по-моему, что-то типа миндаля. Но нет, у нее вот что-то наподобие, как белая акация пахнет, только может быть не настолько насыщенно, но вот похоже. Похоже именно на вот это. Она вся, я не знаю, против солнца снимаю, наверное, плохо видно. Она вся вот в этих вот красивых бордовых таких вот цветочках, такая красивая. Вот тоже. Я не знаю, может быть, вот это с этой стороны будет лучше видно. Такая она. У нее вот еще с прошлого года остались такие сухие яблочки, они потом будут такого темно-вишневого цвета, как вишни яблочки. И вот они цветочки. Классный и очень-очень очень классный запах. А вот это вот рядышком суга канадская. У нее вот такие мелкие шишки прикольные и ажурная крона. Но она у меня выглядит как-то так не особо классно, такая реденькая. Ну, тем не менее. Этот цветет барбарис. Ну, у него запах такой своеобразный. Ну, не настолько, как у боярышника, но немножечко есть такое, что-то пшенной каши немножечко отдает. Это вот снова покажу магонию. Она уже вся распустилась, вот такая вот. Но она уже даже, я думаю, что кое-где уже отцветает. Сейчас уже запах не настолько приятный, потому что уже стал не таким свежим. Но все равно медовый, без таких конкретно противных оттенков. Тоже тут пчелки. Это орешник. Мне очень нравятся его, его вот такие темные листочки. Я его покупала как конкорду. Но конкорда должна быть конкретно с извилистыми такими побегами. А у этого, мне кажется, прямые. Но он пурпурный. Вот. Растет довольно-таки быстро. Ну, как бы это вот за пять лет такое деревце выросло из прутика, можно сказать. Оно где-то уже метра три. Ну, такое редкое. Здесь я плохо вижу, что я снимаю. Но вот это флок с шиловидной. Я говорила вам, что покажу, когда он распустится. Такая вот большая подушка. Ну, вот. Он довольно-таки ароматный. Но из-за того, что у нас дожди как-то через день, он немножко... Вот видите, как бы не... У него цветки открываются вообще вот как зонтики. Он весь такой какой-то пушистый. А сейчас они чуть-чуть как бы сборены. Ну, все равно красиво. Он такой эффектный. Вот. Такая вот подушенция. Вот здесь вот у меня под розой растет мята. Ну, это обычная вот эта вот как бы мята. Мелисса. Мелисса. И я вечно ее как-то не забываю про нее. Был такой довольно-таки приятный кустик. Я его случайно там тяпкой или, может быть, лопатой. Не знаю. В общем, что-то я с ним сделала. И я почувствовала, что мята, потому что запах пошел. Она, видимо, пустила корни вот по всему вот этому участку. Тут довольно-таки, ну, такой приличный. И периодически, когда здесь копаешь даже, ну, или там что-то какое-то делаешь, там траву выдергиваешь, то резко в нос ударяет вот этот приятный такой мелисовый оттенок. То есть я понимаю, что значит где-то корешки мяты. Хотя даже может и не быть листьев. Так интересно. Вот. Тут у меня уже отсветает спирея гревшая. Рядом с ней жасмин. Но он пока что еще только-только-только собирается. Вот. И я ее в прошлом году подрезала, поэтому не так много вот этих вот, не такой лавиной прямо белой спускаются. Спускаются вот эти цветы. Но, тем не менее, все равно. А это папоротники. Папоротники. Брэкин. 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 Здесь стоит просто какой-то воздушный такой, знаете, воздушные облака белые. Это яблони. Они у нас уже очень старые и они все в цвету в этом году просто какой-то, ну, очень великолепно смотрятся. Вот. И здесь из-за того, что так много цветков под яблонями, стоит очень приятный такой, нежный, тоже пчелы. Нежный-нежный дух яблоневый, яблоневого цвета. Он настолько тонкий, вот несмотря на то, что так много цветков, допустим, декоративное пахнет гораздо более ярче. Но от этого вот еще более интереснее, потому что, ну, вот это ощущение такое какое-то прямо божественное. Здесь вот тут тоже у нас типа, типа задняя часть дома, ну, участка, и здесь выращивается что-то такое там, да, ну, типа огород, но очень много деревьев. То есть тут и сад то же самое. Вот тоже тут яблони, очень много яблоней. Вот так вот они сейчас цветут. Такие они красавицы. У них вот они цветут, вот эти яблони до пола буквально. И у них такие крупные вот эти цветки. Вот посмотрите, моя рука. И все вот это такое красивое. Я думаю, что никого яблони есть, ну, ничего удивительного, но не знаю, они цветут вот так мощно через год. То есть вот в прошлом году, допустим, было не так. И это, я так поняла, все яблони, даже декоративные также. Но вот этот год, это как раз-таки год мощного цвета, день. Это значит, что будет много яблок. Но посмотрите, какая это красота. То есть, казалось бы, обычная яблоня, да. И насколько она красивая, очень красивая. Ну, вот здесь 4 стоит, а тут, в общем, у меня росла облепиха, но она подзасохла. Вот здесь, смотрите, какая-то очень красивая травка. Мне она очень нравится. Каждый год она вот такой полянкой здесь появляется. Ну, очень целописно. И вот такая дикая земляника, но на ней нет никогда ни одной землянички. Ой, есть еще одна яблонька, но она, видите, еще пока что только думает распускаться. Тоже будет вот такая же вся белая, белая, прибелая. Я их вообще, конечно, вот ими сложно не восхититься. И вот опять здесь стоит запах то же самое. Он именно, это запах чистоты. То есть, здесь нет медовых каких-то оттенков, чего-то такого яркого. Он вот, вот так вот не должны, наверное, пахнуть небеса. Вот именно, или что-то типа альпийских лугов. То есть, очень такой нежный, очень-очень красивый аромат у яблонь. Но он тонкий. Отцветающая черешня. Особо тут ничего такого. Ну, крымскую сосну все-таки срубили вот эту часть. Не знаю, что будет. Посмотрим. Ну, она как бы половину осталась от нее. Она сразу же затянулась вот этой смолой. Посмотрим, что это будет. Хиномелис я показывала японский. Но сейчас еще покажу, потому что он сильнее распустился. Он такой, такой красивый, красивый товарищ. Согласитесь. Это сиреню соседи, но она почему-то зацвела очень высоко и нет возможности ближе подойти. Ну, ничего, когда мая засветет, я все сниму. Нет, моей пока что еще рано, но скоро скоро будет. Это вот такие еще тюльпанчики у меня тоже есть. Они крупные, большие. Ну, в общем-то, все. Я больше всего хотела показать, как цветут декоративные яблони и плодовые. А потом, когда расцветет еще что-нибудь там, сирень, тамарикс, покажу еще в следующей ролике. Все. Вот здесь, конечно, пахнет шикарно. Вот что-то, что-то наподобие поэмы. Вот такой вот запах. Пахнет шикарно.